Да, давайте начнем. Здравствуйте, спасибо за introduction. Меньше времени придется рассказывать про себя. Да, кто меня не знает, я, Алексей Буистов, действительно провожу небольшой цикл лекций по документе 14. Это фестиваль, который происходит каждые пять лет. Традиционно в немецком городе Кассель, небольшом нетуристическом, скажем так, городке, далеко от основных туристических путей и достопримечательностей. И раз в пять лет там случается фестиваль под названием Документа, который и является основным фокусом моего цикла лекций. Почему Документа, почему не другие фестивали крупные и международные? Потому что именно Документа является одним из самых критических и рефлексирующих о современной художественной ситуации фестивалей. И круг тем, и спектр тем, который поднимается на этом мероприятии, он настолько широкий, что для этого действительно необходим не один доклад, а целый цикл. И вот у меня был вводный доклад на тему, как устроены документы и какие цели она преследует вот в своем 14-м издании. И сегодня я предложил бы вам тему об образовании, поскольку вот меня пригласили в Наома, и я думаю, эта тема весьма релевантна будет для этой аудитории. И моя сегодняшняя цель не столько сделать фундаментальный обзор системы образования и ее каких-то особенностей и проблем, а посмотреть на систему образования через призму документы. То есть как Документа 14 рассматривает вопросы, связанные с производством знания, и с вопросами дистрибуции знания. И поэтому, опять-таки, не надо рассчитывать на то, что вы услышите какой-то фундаментальный анализ, но, скажем, принцип этой лекции – показать вам, а как можно еще? Вот это самый главный вопрос, который мы сегодня будем на нескольких примерах разбирать. Как можно еще производить знания и распространять знания? Скажу сразу, в наш сегодняшний распорядок внесены вот в последний момент такие корректировки. Нам нужно будет через 10 минут подключить по скайпу человека, который непосредственно связан с организацией образовательной программы Документы 14. Его зовут Антон Кац, он родом из Херсона, и совсем молодым, маленьким мальчиком он переехал вместе с семьей в Англию. И страшно интересно из первых уст узнать о том, что его привело на документу, что он делал на документе, и я планировал о нем рассказывать как бы в третьем лице, но преимущество сегодняшнего созвона в том, что мы можем задать вопросы ему лично. А после этого я уже буду идти по вот этому как бы плану. Озвучу вам этот план. Документы 14 критикуют доминирующие структуры знания. Мы с вами разберем понятие unlearning и посмотрим, как это связано с критикой системы образования. И затем я дам вам три примера из трех разных континентов. Школа Тагора в Индии, Ульмская школа дизайна в Германии и открытый город в Чили. На трех примерах мы посмотрим, а как можно еще создавать и практиковать образовательные какие-то практики. Дальше мы непосредственно заглянем, что такое образовательная программа Документы 14. У этой программы есть название An Education. Да, и вот собственно наш сегодняшний план. Надеюсь все успеть. Итак, что такое Документы 14 и что такое документы? Как я уже сказал, это фестиваль современного искусства, который проходит раз в пять лет. И в этом году, в 17-м году, вот только недавно закончилось 14-е издание этого фестиваля. В чем кардинальное отличие этого издания от всех предыдущих? Состоит оно в том, что 14-е документы радикально разделилось на две локации географические. То есть не только в Касселе проходил этот фестиваль, но еще и в столице Греции Афина. Довольно необычное решение для мероприятия, которое традиционно проходит в одном и том же городе вот уже на протяжении 60 лет. С чем связано такое решение? А именно с тем, что организаторы документы решили поставить под сомнение или критически проанализировать современную художественную ситуацию, а именно взгляд на искусство с точки зрения западного устоявшегося канона. И для того, чтобы провести подобный анализ, кураторская команда приняла решение, что такая точка, как Кассель, она неадекватно поставлена в вот этой гигантской задаче. И анализировать современное искусство и канон, будучи только в городе Кассель, недостаточно. И поэтому было принято решение сделать такое кардинальное разделение на две частично пересекающиеся временные последовательности в начале Афины и потом с некоторым перехлёстом временным город Кассель. Документы уже закончились и уже известно то, что документы в этом 14-м своём издании получилось финансово несостоятельной. Был огромный дефицитный бюджет и по этому поводу в прессе масса негативных отзывов. Но естественно, что мы с вами безусловно будем говорить не о причинах этого финансового краха, а мы будем говорить всё-таки о содержательных каких-то моментах. Потому что нам не столь важно критерии, которые применяют к документе неолиберальное коммерциализированное общество, а мне в частности интересно, что представляет из себя документы как критический аппарат и как фестиваль, рефлексирующий и ставящий диагноз современному обществу. Спектр тем, которые затрагивают документы 14, этот спектр, он необычайно широк. И образовательная программа является лишь маленькой частью того, что интересует документу. Если очень кратко, у нас осталось буквально несколько минут до скайп-связи, если очень кратко, то это исторический пласт, пласт рефлексии об истории цивилизации западной и разрушение мифа о том, что именно западная цивилизация является колыбелью искусства и колыбелью всего хорошего, что есть в нашем мире. Второй аспект – это канон, опять-таки критика западного канона, канона искусства. это анализ проблем общества. И в первую очередь это гипотеза о публичной сфере, как о той сфере, где рождается активный политический дискурс. И, безусловно, тема европейского кризиса, связанного с потоками нелегальных иммигрантов, как одна из самых насущных проблем в текущей повестке, тоже рефлексируется в документе 14. И при том я назвал вам только несколько таких стержней смысловых 14 документов. Поэтому сегодня, когда мы говорим об образовательной программе, мы должны понимать, что, опять-таки, в этом критическом ключе мы будем рассматривать данную проблему. Мы будем говорить о том, что система современного образования переживает тоже определенный кризис в том смысле, что система образования дошла до своих пределов и она нуждается в пересмотре. И мы с вами посмотрим, что именно предлагает документа в этом плане. И вот Антон Кац, которого я упоминал в начале, это человек, участвовавший в документе непосредственно. Его проект называется «Алитея». Это слово, если мы прочитаем его полностью по-гречески, это слово обозначает истина. Но в названии проекта Антона буковка «А» оторвана и получается «Алитея». То есть, если примерно перевести это на английский язык, получается слово истина с неопределенным артиклем «А». То есть, как бы истина с маленькой буквы «И». То есть, в этом названии как раз-таки нам дается намек на то, что истина с большой буквы, она является объектом критики. И вместо истины с большой буквы нам представляется спектр истин с маленькой буквы «И». То есть, некая полифония или некий хор истин или голосов, которые пересекаются и переплетаются. И вот в этом переплетении интересном и рождается что-то новое. Информации по проекту Антона я нашел немного. И я, к сожалению, персонально не присутствовал на событиях, связанных с «Алитеей». И поэтому мне очень интересно сейчас будет спросить у него, как все это происходило. А теперь давайте понадеемся на то, что все-таки наш интернет не подведет. Так, Антон, привет. Добрый вечер. Я сейчас тебя выведу на экран. Так, 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 так. Я уже тебя немножко представил, но я думаю, что... Я никого не вижу, к сожалению, но всем, 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 всем добрый вечер. Да, я сейчас попытаюсь сделать, чтобы это было на весь экран. Так, я попробую сейчас тебя развернуть лицом к аудитории. Так, ребята, у нас есть всего 15 минут, поэтому, что называется, вот перед вами живой человек с документами, а вот публика. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Да, у нас, возможно... Мы тебя будем переспрашивать, потому что у нас... Да, слышно, но очень плохо, поэтому будем переспрашивать. Расскажи, пожалуйста... Если что, можно, конечно, филимизировать видео, и будет только забыл, но будет, может, лучше понятно. Да. Ребята, я знаю, что, как бы, это немножко спонтанно, но, может быть, у вас есть вот вопросы с ходу для Антона. Если нет, попробуем как-то по-другому это все дело сорганизовать. Да, Ваня. Я про Алатея хотел спросить. Почему проект называется именно Алатея? Какой смысл вы имеете в виду? Про название Алатея расскажи, пожалуйста. А, окей, да, конечно. Листий на греческом языке – это забывчивость. А приставка значит «незабывчивость», то есть «Алития» – это значит «не забыть», но само слово «Алития» в греческом языке означает правду. То есть греческое понимание слова «правда» оно зависит не от того, правильно это или неправильно, честно это или нечестно, а от того, помнишь ты об этом или не помнишь. То есть корень слова «правда» ну, то есть как-то коренится в памяти. И я как бы постарался отделить немножко «незабывчивость» таким хайфом, таким тире небольшим. И для меня очень интересно это как бы за отношение то есть между «незабывчивость» или сама идея того, что память исчезает, для меня очень важна в моих работах. И точка отправления для проекта была то, что два этих киоска их собирались смести. как бы и архитектура равняется какими, ну, в принципе, одними из самых больших, как-то, ну, экстронализированных элементов памяти. Антон, я извиняюсь, я про киоски не рассказывал. Расскажи, пожалуйста, да. Окей. Нет, ты расскажи, пожалуйста, сам про киоски, потому что я вообще ничего про… Окей, 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 окей. Да, 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 проект, который я делал в Афинах, он как бы, да, начался с того, что мы начали работать в двух киосках. То есть, и киоск, он, в принципе, в Греции очень, как бы, такой серьезно-культурный элемент, потому что после Второго мировой войны их давали ветеранам, которые возвращались, особенно инвалидам, для того, чтобы они… Ну, например, начинали такую небольшую версию, как бы, ну, могли как-то экономически, да, себя поддерживать, особенно после разрухи это было как-то важно. И лицензия на киоски, она передавалась, как бы, из одного поколения в другое, и, в принципе, каждый из этих киосков, он является таким, то есть, такой сильной насеки, которая идет, как бы, через поколения. И, естественно, он, ну, а после Второй мировой войны был не только источником информации, как-то, ну, не знаю, газеты или еще что-то, но, ну, то есть, человек, который работает в киоске, он до сих пор, там, он, как бы, так, частью мифа является культурным, потому что, там, не знаю, дети даже играют в киоск-мен, когда они вырастают. И, допустим, единый телефон тоже был там в киоске, то есть, он был не только ресурсом информации, но также ресурсом сплетен, каких-то там, недопониманий, то есть, и до сих пор, если кто-то проходит через киоски, то всегда люди спрашивают, там, как мне куда-то добраться, то есть киоск, он стал, ну, становился какой-то такой ячейкой, да, информации и памяти, в принципе. И в 2012 году, когда по Греции, ну, то есть, это не первая, как бы, волна кризиса, но когда ударило немножко к кризисом, одно из мер, которые... то есть, даже... ...маркет, это... ...да, часть экономии в киоске тоже, она такая немножко серая, потому что, естественно, там, тебе не дают, там, особенно, чеки за то, что ты там заплатил и так далее, то есть, на них начали немножко добить, и лицензии на киоски стали приликновировать, то есть, семейные структуры начали разрушаться, такие небольшие семейные сети, и закрытые киоски их стали, ну, как бы, я не знаю, это не модернизировать, а, в принципе, разрушать просто. И сейчас, когда кто-то будет запрашивать, такие небольшие, как у фунданта, то есть, в принципе, такой контекстуальной точкой отправления для проекта было исчезновение, постепенное исчезновение сетей, которые связаны с такой макроэкономикой, такой локальной, и такое разрушение архитектуры. И чтобы как-то закрыли отсутствие, почему это называли традиции, и иметь какое-то соотношение к памяти, в общем, дело в том, что мы, как бы, не знаем много, как работает память, но сколько точек, что она зависит от возможности клеток создавать новые сети, и разрушать, создавать новые, разрушать, создавать новые. И это называется синаптическая пластичность. И есть очень много параллелей между разрушением сети, я не знаю, неврологической, как разрушением сети памяти, и разрушением сети, да, всемирное разрушение архитектуры в городе, и даже, я не знаю, недавно я тоже был в Киеве, и сам процесс гимпрификации тоже зависит. То есть идет рука об руку с потерей памяти, но памяти такого коллективного понятия памяти, скажем так. Антон, вот ты обрисовал, как бы, концептуальную идею о Литии, ты можешь какой-то конкретный пример привести какого-то хэпенинга, который происходил вот в этом киоске, в этом мафе, да, вот что-то, какое-то событие, потому что их было много, я знаю, можешь какой-то пример привести, чтобы просто публике было понятнее, что там конкретно происходило? А, окей, да, и вот, и как бы, да, эти киоски собрались разрушать, и идея была в том, чтобы их как бы реактивировать в какой-то такой локальной перспективе, и для меня в моей художественной практике очень как бы важно, чтобы был такой, ну, прагматический элемент, чтобы работа что-то приносила полезное, что можно использовать как бы джернир. То есть я к этим киоскам отнялся как к ресурсу, то есть ресурсу пространства, естественно, через документы, также ресурсу амплификации каких-то практик, и то есть моя как бы занятость документа, она продолжалась на протяжении года, и вначале как бы особенно, я очень много, то есть я не знаю, жил в Афинах, разговаривал с какими-то местными художниками, организациями, и вокруг этих киосков, в киосках мы работали, опять же таки, с какими-то, то есть не с какими-то, а с локальными, то не знаю, а с инжайзницей, то есть с какими-то галерениями. Мы работали с Грассурс-организациями, допустим, в районе Кипсене мы работали с Грассурс-организацией, называется Focus on Potions, это организация, которая пытается оживить этот район, исходя из того, что он находится в данный момент. Мы работали, я не знаю, то есть мы устаравливали какие-то скрининги, и работали с музыкантами, устраивали там, я не знаю, проекты, где мы просто приглашали людей, допустим, называлось Same Page Different. Если кого бы сказать, то так кажется, что мы находимся на одной странице. Я часто говорю, что мы на одной странице, но в разных углах как бы находимся, потому что очень много может на одной странице произойти, и да, мы приглашали людей просто, допустим, читать книжки. Ну да, то есть различные. Мы работали, допустим, с музыкантами, приглашали команду людей, которые играют на... Они занимаются исследованием духовых инструментов, и они, допустим, коллаборировали с... И когда мы приехали в фильме, они... Сделали... Да, идея была в том, чтобы сделать такой... То есть... Привести такой пример, что эти киоски полезно могут использоваться, иметь какое-то значение в лаканном контексте, и после того мы их активировали с различными, я не знаю, ну, практично, с различными художниками, и соседями, и просто людьми, которые проходили мимо, это закончилось дело тем, что, под конец документа, без какого-то нашего там, ну, видимо, моего личного влияния, люди, живущие в этом районе, пошли к муниципальным властям и сами попросили продолжения проекта. То есть на данный момент мы находимся в диалоге с муниципалами в Афинах, которые нам... То есть собираются продлить дистанцию на год, и... То есть в этом факте эти проекты у нас из-за того, что мы не хотим, чтобы эти просто разрушили, а в данный момент нам кажется, что их уже не разрушат, и дадут нам на цензию на год продолжать работу, искать себя по финансированию, и так далее. Классно. Ну, просто у нас в Киеве сейчас эти мафы активно сносят, и у людей отношение к этим киоскам такое смешанное, как таким клоаком, такой непонятной торговли, непонятно чем. То есть твой проект очень, ну, я считаю, близок, по крайней мере, вот нам, живущим в Украине. Слушай, я тебя хотел еще, наверное, последнее спросить. Ты занимался на документе еще и радиопрограммой. Можешь про нее рассказать пару слов? Ну, я как бы не особенно радиопрограммой занимался, но я работаю с элементами радио, да, много лет, и я развиваю такую, даже не идею, практический метод, я это называю радио narrowcast. То есть есть broadcast, это закрытая студия, от одного ко много, и так далее, то есть такой классический пример радио, и narrowcast, он как бы, да, такой переверкающий этой идеи, и в принципе для меня радио не является, ну, таким элементом, который, то есть я не заинтересован в радио для создания радиоспецифического содержания, то есть мне не очень интересно создавать какие-то там, я не знаю, аудиоприключения, которые можно послушать, или какие-нибудь там noise, или еще что-то, или даже просто строить объекты. Для меня радио очень интересно как стратегический такой инструмент, который, не знаю, можно, если посмотреть на медиу-теорию, там, Маклуан очень часто называл радио такой tribal ground, такой банк, который созывает людей, чтобы идти вместе, организовываться, и как-то работать политически, просто с этими нервными какими-то вещами. И в касселе я сделал такую открытую радио-студию, она называлась Narrowcast House, и это был, да, как бы, такой воркшоп, тоже для художников, для соседей, мы избирали так, тут, партально выглянулось, на базе велосипедов, был такой выездной, ну, специфически, как различные старые радио, то есть, сантемия была выездная такая радио-система, с которой мы делали различные, там, интервенции, допустим, в городе. и, ну, в принципе, опять же таки, по большому счету, хотя методы работы между киосками, и в Афинах, и в Ара-Каст Хаусе, в касселе, отличаются, в принципе, идея моей практики в том, что, ну, есть какое-то прагматическое, да, прагматическое, не знаю, начало, чтобы она была как-то полезной, для людей, с которыми работают, и она в основном, да, всегда как-то коллаборативна. То есть, и в касселе, да, у нас тоже очень много, то есть, если сейчас посмотреть, я недавно начал как-то прорабатывать свои архивы, документацию, да, у нас было там 50 на Ро-Каст, то есть 50 этих небольших, и больших даже, на территории, да, вот так. Понятно, спасибо. Ребята, есть вопросы к Антону, потому что у Антона мало времени, к сожалению, сегодня для нас. Если вопросов нет, тогда мы, наверное, будем прощаться с тобой. классно, что ты присоединился к нам. Ой, ты наслышишь? Прослушал последний. Да, вопросов, судя по всему, к тебе нет пока, так что классно, что ты присоединился к нам, и большое спасибо. вам большое спасибо, да, и если что там будет, всегда можете там писать, и я, я не знаю, отвечаю, но... Да, Антон есть на фейсбуке, так что... Удачи вам, как бы поступить информационный небольшой вброс от человека, который, как говорится, присутствовал при всех событиях лично, и очень здорово, что наш сеанс связи с Антоном состоялся. Я, честно говоря, до последнего не верил в возможность подобного, потому что интернет, знаете, человек очень занятый, и тут у нас все получилось, так что мы большие молодцы. Так, ну и мы переходим к нашей повестке сегодняшней, и начать я бы хотел с одного примера. Пример моего одного из самых любимых художников американских, его зовут Алан Секула, и проект его красноречивое название имеет школа это фабрика. Это большой фотографический проект был сделан в середине 20 века, и Алан Секула вообще, как художник, он отличается таким очень критическим взглядом на те проблемы, которые он рассматривает, и за что бы он ни брался, он пытается анализировать вопрос в таком весьма критическом как бы ключе. И вот здесь он критикует неолиберальную такую постановку вопроса об образовании, как ВУЗ это инструмент свободы, исполнение каких-то просветительских обещаний о том, что знание доступно всем и каждому. Вот этот вот такой посыл позитивистский и неолиберальный Секула поворачивает в такую прагматику, что посмотрите, пожалуйста, школа это на самом деле фабрика тех, фабрика, который генерирует как бы на выходе людей, которыми заполняются ячейки в капиталистическом обществе, в коммерции, в маркетинге и во всех прочих отраслях. И более того, вузы являются той средой, где системы власти сами себя легитимизируют и сами себя воспроизводят. Крайне интересный проект, я советую вам посмотреть на все эти кадры, в интернете они все есть, и вообще обратите внимание на этого художника и на его другие проекты. Это как бы маленькая преамбула, мы не ставим своей целью сейчас доказывать тезисы Алана Секулы, мы просто попробуем на примерах понять, как на протяжении 20 века и в начале 21 века системы образования были предприняты попытки, скажем, делать производство знаний и дистрибуцию знаний немножко другими способами. И первым примером я бы хотел назвать школу Тагора. Вот человек справа это Робин Дранат Тагор, один из ярчайших интеллектуалов Индии начала 20 века, вот он сфотографирован с каким-то малоизвестным человеком с крашенными усами, честно, искал кто это в интернете, не мог найти, какой-то абсолютно неизвестный. Вот Робин Дранат Тагор, он в 1913 году получил Нобелевскую премию по литературе, за эту премию полагалось там определенная сумма денег, и он взял эти деньги и он вложил в строительство школы у себя в Индии, даже не школы, а по сути университета, который он назвал Вишва Бхарати. Если я не ошибаюсь, то это слово переводится с индийского языка как нечто такое универсальная школа или мировая школа. Что собственно Тагор вообще сам по себе как личность это крайне многогранный человек, он родом из семьи, которая дала миру математиков, философов, там был на самом деле очень яркий род этих людей и история этого рода очень древняя. И сам по себе Тагор он являлся литератором, он писал стихи и прозу, которые в народе воспринимались как вот очень народное что-то. Он писал на понятном людям языке и по сути он очень много теоретизировал каким должно быть образование. И как раз таки школа Вишва Бхарати она берет свое начало в такой период истории Индии когда Индия была колонией Великобритании и соответственно Великобритания как страна колонизатор она активным образом насаждала свою культуру и свои принципы западные в стране колонизированной. В Индии было активное националистическое движение которое сопротивлялось этому западному воздействию но вот очень интересна позиция Тагора по этому поводу он писал вот кстати здесь вы видите заглавные странички печатного печатного издания Вишва Бхарати Ньюз и вот на вот этих заглавных страницах может быть кто-то не видит статья называется идеалы образования и образование и чужая культура и вот в этих небольших текстах Тагор как раз таки говорит что бояться влияния западной культуры на нас на нашу локальную культуру не нужно почему потому что прелесть как бы национальной идентичности в том что это не есть что-то монолитное а национальная идентичность это сплав очень сложный сплав разных культур он даже подчеркивает что даже индийская национальная идентичность это и джайнизм и индуизм и ислам и несколько других культурных компонент и западная культура никогда не сможет уничтожить национальную культуру если национальная культура будет обладать высоким уровнем самосознания и она будет обладать внутренней силой и как раз таки в симбиозе точнее не в симбиозе а скорее в контекстуализации западной культуры на местном уровне и возникает что-то интересное и вот этот эффект влияния скажем так глобального модернизма на локальный индийский контекст можно условно назвать контекстуальным модернизмом то есть это не тот модернизм который там допустим исповедовали те же Пикассо кубисты импрессионисты а это каноны модернизма но уже в локальном контексте может быть вы слышали такое выражение как македонский кубизм или что-то типа такого это конечно все термины не ну скажем так не искусствоведческие но они дают нам понять что как раз таки контекстуализация западной культуры в локальной культуре этого бояться не нужно это нормальное явление и Тагор в своей школе как раз таки эти принципы и в образовательной программе внедрял обучение в школе Тагора происходило исключительно вот на таких в таких местах то есть стоит такое раскидистое дерево как правило это манговое дерево небольшая площадочка для учеников и небольшое возвышение для учителя то есть все сидят открытый воздух не знаю как насчет там температуры жары и все такое но не совсем обычная ситуация как для университета таким образом школа Тагора она позволила решить вот ну скажем так очень сложный вопрос о взаимоотношении чужой культуры и своей культуры Тагор пытался найти выход из этого положения причем выход был абсолютно не такой который предлагал скажем Махатма Ганди или другие активные деятели того времени он пытался найти синтез и пытался найти как бы правду в симбиозе и в реакции местной культуры на глобальные какие-то ценности второй пример ульмская школа дизайна по немецки Hochschule für gestaltung Крайне интересное учебное заведение возникло оно после Второй мировой войны частично на деньги плана маршала частично на источники финансирования были найдены внутри послевоенной Германии мы все понимаем что 1946 год это не время расцвета экономики там экономика была полностью уничтожена и в этих условиях было крайне сложно создать новое учебное заведение тем более когда целью этого учебного заведения стала подготовка дизайнеров то есть людей которые создают какие-то объекты в то время необходимо было как-то выживать и отстраивать уничтоженную как бы страну после войны и что интересно школа просуществовала всего 12 лет и мы сегодня посмотрим на причины почему такое краткое было время жизни этого учебного заведения в основе учебного процесса ульмская школа дизайна точнее за основу была взята базовая программа баухауса что такое баухаус наверное все знают вот структура базового курса фор курс которая использовалась в баухаусе что из этой диаграммы как бы следует что в баухаусе все искусства они формировали такую большую семью и по сути живописцы графики скульпторы они как бы находились в таком как бы постоянном общении и все искусства а также ремесла они практиковались вот как бы в рамках баухауса и принцип был такой учиться делая то есть по сути практика двигала теорию и вот для сравнения я могу вам показать возможно будет опять-таки плохо видно потому что мелкий шрифт учебную структуру ульма и я думаю вам понятно из этой диаграммы что учебная структура ульма она намного более широкая и здесь мы видим те предметы которые в современном вузе профильном вузе например в художественном вузе считаются как бы обременительными общеобразовательными и так далее мы видим что здесь на маргиналиях этого круга расположены философия психология политика социология экономика и причем эти все группы они внутри себя тоже делятся на скажем там понятием теория масс теория групп скажем маркетинг ну и если по социологии то это семья комьюнити государство общество то есть мы видим в этой структуре учебного курса ульма стремление выпускать не просто дизайнеров швейных машинок и бритвенных приборов а более такой подход к универсальному образованию то есть выпускать человека который может условно говоря делать все но не делать а он может мыслить о мире в достаточно высоком таком концептуальном ключе в ульмской школе дизайна я сейчас да на следующий слайд в ульмской школе дизайна программа изначальная баухауса была отвергнута и было постулировано что дизайнер это не художник то есть дизайн это не искусство и поэтому искусство как таковое и предметы связанные скажем работа с деревом работа с камнем работа с графикой и так далее эти предметы были постепенно удалены из программы вот взамен чего-то точнее что пришло на место этих предметов ну наверное вы уже понимаете из прошлого слайда что предметы чисто такие крафтовые то есть предметы практические и связанные с ремесленными какими-то вещами были заменены большим количеством теоретических курсов и по сути внутри ульмской школы дизайна возникло понятие функционализма что это такое это опять-таки некая система мыслей что ли о мире заключающаяся в том что не красота и не симметрия или какие-то эстетические категории являются мерилом того хорош объект или он плох а нечто совсем другое и вот это другое можно измерить наукой ну то есть научными какими-то способами можно применить серию научных критериев для оценки того объективно этот предмет хорош или плох да мы уже сказали что понятие красоты как мерила качество в дизайне было изгнано и красота подверглась как бы такой фактически да элиминировалось понятие красоты и эстетические категории как оценка готового скажем произведения и да вместо эстетики изучали семиотику представьте себе в учебном заведении где готовили дизайнеров изучалась активность семиотика семиотика это сложнейший теоретический предмет наука о знаках о знаках означаемых означающих и так далее и по сути дела что ульмеры ульмеры это самоназвание людей которые проходили обучение в этом учебном заведении ульмеры говорили что мы создаем не объекты мы создаем системы мы дизайн системы и вот дизайн систем это как раз таки понятие которое прочно укоренилось в обиходе именно под влиянием школы ульма что еще можно сказать по этому вузу теоретики ульма говорили что все сводится в обществе к его производственным активностям то есть к индустрии любые аспекты жизни общества можно описать в терминах производства а производство и технологии в свою очередь являются культурными феноменами то есть мы видим как в ульме проводилась связь между дизайном культурой и обществом то есть фактически дизайн является не просто созданием концептов каких-то предметов обихода но люди которые учились в ульме они были убеждены что создавая хороший дизайн мы можем изменить общество то есть условно говоря если очень грубо это перефразировать получается что если я окружен хорошими предметами моя жизнь изменяется к лучшему а если все окружены хорошими предметами то жизнь глобально в обществе изменяется к лучшему мы можем сказать что ульм был не школой дизайна как такового а он был школой дизайна жизни фактически ульмеры как дизайнеры жизни они стерли грани между социальными реформами культурным производством и моралью то есть вот эти аспекты которые мы сейчас воспринимаем как нечто отдельное друг от друга вне положенное то в ульме это все воспринималось как как в синтезе очень сложно поверить в то что если у тебя дома хороший пылесос или хороший телевизор у тебя будет все в порядке с моралью но несомненно в этом есть в этой идее о том что окружив себя вещами которые по всем канонам как бы научным являются хорошими жизнь общества изменится к лучшему это не такая уж и утопия проблема ульма состояла в другом в процессе поиска вот этих научных критериев оценки красоты или ну по-английски это goodness то есть хорошести вещей они настолько сильно ушли в сухую науку и в научные изыскания что они потеряли немножко связь с миром ну скажем так они перестали замечать что общество уже в 1955 году немецкое общество оно совершило радикальный рывок вперед и те предметы которые дизайнились вот в этой школе они перестали отвечать потребностям общества общество хотелось немножко более красиво немножко более ну условно говоря лакшери дизайны ульма они были такие очень скупые если вы в интернете поищите вы много примеров найдете ульмарских объектов они очень простые они очень скупые и вот современные дизайнеры когда приходят на выставки посвященные ульму они удивляются потому что они говорят это что дизайн это вообще не дизайн и поэтому через 12 лет школу закрыли именно по причине того что люди не могли понять зачем давать на это деньги если мы вообще не понимаем чем эти люди занимаются а вот на этом разделе я остановлюсь немножко поподробнее потому что открытый город это совершенно уникальный совершенно уникальная страничка нашей истории и крайне мало информации практически нет информации на русском языке я уже не говорю про английский там вся информация практически на испанском итак мы с вами перемещаемся в Чили потому что у нас сейчас открытый город в Чили по-испански Ciudad Abierta я даже не знаю с чего начать потому что это действительно настолько уникальное явление если так в одном предложении попытаться сформулировать что такое открытый город это некое закрытое изолированное общество философов поэтов и архитекторов и основано оно в 1969 году у основания стояло два человека одного звали Года Фреда и Омми это был поэт и Альберто Круз это архитектор изначально как получилось существовал католический университет Сантьяго в котором было несколько неортодоксальных таких преподавателей которые разделяя католическую доктрину формально они взгляд на образование имели немножко другой и не отделяясь от этого материнского как бы университета полностью они собрали группу людей довольно большую поехали на прибрежную такую песчаную территорию неподалеку от города вальпорайса и там организовали как бы коммуну но в этой коммуне по сути была структура учебного заведения и я вот буду сейчас вам рассказывать я буду показывать просто вы обратите внимание насколько безумная какая сюрреалистическая архитектура была создана этими людьми если говорить о педагогику которая была практикуема в Сиуда до Биерта то это такой микс между Баухаусом каким-то католическим коллективизмом то есть теологией равенства то есть левый католический коллективизм и прибавьте сюда Хайдегера и его экзистенциальную феноменологию и если вы представите себе вот эту гремучую смесь то у вас получится примерно составить представление о том что преподавалось и как преподавалось в Сиуда до Биерта если если вы посмотрите на вот скажем этот пример вот этого архитектурного ансамбля и вспомните что какие идеи были у другого известнейшего архитектора Ле Курбузье то вам сразу станет понятна разница если Ле Курбузье говорил что грубо говоря серые такие блоки должны быть модульно все универсально для всех и в Париже и в Киеве грубо говоря одинаковая блочная архитектура то вы видите насколько эта архитектура отличается и суть в том что эта архитектура как считали люди из открытого города эта архитектура продиктована поэзией то есть она движима языком словами то есть языковыми структурами то есть по сути дела архитектура является функцией человека а у Ле Курбузье там человек только как статистика как цифра которую нужно разместить по квадратным метрам я буду продолжать показывать вам вот эти замечательные картинки и рассказывать про открытый город мы можем сказать что открытый город был школой интровертов это действительно очень верное утверждение потому что люди абсолютно не общались за одним очень важным исключением с внешним миром об этом исключении чуть позже в их архитектуре главенствовал принцип открытости то есть они очень долго были осуществляемы как правило это было несколько лет начинала их одна группа людей продолжала вторая заканчивала третья отсюда вот такие как бы отсутствие единого почерка отсутствие единого автора иногда они говорили что постройка готова тогда когда мы все договорились что она готова было бывало и такое и вот что интересно в открытом городе если мы вспомним допустим два предыдущих примера они и тагор и ульмеры они были очень политически такими сознательными они хотели как бы общество вывести на новый уровень а вот обратите внимание на эту цитату Гадафреда Иомми мы обособились от всего что может быть названо действием никакого действия категорически действие ни к чему не приводит мы не рассчитываем изменить мир потому что мы единственные кто меняет мир веря не в действия ничего не меняющие а в изменяющие слово то есть открытый город Сеудада-Биерта был программно аполитичным образованием мы можем сказать что это такая какая-то секта которая закрылась там что-то делает строит и в принципе где-то так оно и было потому что Гадафреда Иомми провозгласил радикальное неучастие в жизни окружающего общества им хватало вот своего собственного общества что что это означает это фактически означает что в открытом городе слово ставилось выше чем дело по своей важности и Гадафреда Иомми объявил что поэзия является первичным языком на этом первичном языке строится любое другое действие будь то архитектура будь то искусство изобразительное вообще любое другое искусство строится на языке на поэзии в открытом городе очень сильно влияние имел имели скажем так практики применяемые сюрреалистами во Франции потому что Иомми путешествовал по Франции долгое время и он нахватался там по сути полный полный букет практик таких как вращающийся труп знаете такую игру когда начинает один продолжает второй заканчивая третий это они рисовали всяких монстров но вот по сути я вам рассказал что и в архитектуре они тоже применяли подобные начинала одна группа продолжала вторая заканчивала третья другой альтернативной педагогической практикой было применение автоматического письма тоже то что применяли сюрреалисты выбор места застройки очень часто был определяем ритуалами очень странными ритуалами также большое внимание уделялось коллективному духовному экспириенсу то есть то что можно пережить только лишь в группе вы наверное спросите а было ли понятие вообще учителя в этом учитель ученик точнее отношения обучающие обучаемые в открытом городе да оно было оно было сохранено но роли обучающего было отведено скорее такая как бы функция лидера или направляющего а не авторитетов как бы в последней инстанции в открытом городе считалось что знание обретается посредством скорее коллективного опыта в котором должен участвовать каждый сидящий скажем в аудитории и вот тот важный тот то важное исключение о котором я говорил когда упоминал что в открытом городе не общались с внешним миром а нет давайте еще на один слайд задержимся два важных понятия хочу вам рассказать первое это поэтический акт поэтический акт это по сути была основная практика участников или жителей этого открытого города что такое поэтический акт это очень сложная концепция если очень просто то это смесь гельдерлина это поэт романтик фридрик гельдерлин смесь его с артюром рембо и сверху еще хайдегер сидит то есть фактически это такой перформативный процесс в котором не конечная цель является как бы желанной и достигаемой а скорее сам процесс сам процесс участия в этом действии имеет большее значение опять-таки здесь идут идеи рембо о том что слова имеют большее значение чем чем дела так да и вот второе очень важное понятие и вот как раз таки оно связано с коммуникацией открытого города с миром это травезия что такое травезия травезия это путешествие дело в том что в открытом городе практиковалось перемещение там в определенные промежутки времени на по южной америке причем вот эта карта точнее это рисунок художника Хуакина Торреса Гарсия этот рисунок называется Америка Инвертида то есть Америка перевернутая и вот по сути в открытом городе брали за основу южноамериканский континент как перевернутый сверху вниз и путешествовали по Америке считая север-югом и так далее то есть все наоборот что это такое травезия травезия это процесс в котором участвуют абсолютно весь все комьюнити города и на протяжении этого маршрута идет серия поэтических актов вот таких перформативных практик связанных с поэзией с текстами с ритуалами и в конце концов травезия заканчивается тем что все это общество людей создает некий архитектурный объект вот где-то в конечной точке вот они объявили что здесь мы заканчиваем нашу травезию они строили там некую архитектурную скажем комплекс какой-то архитектурный и это позиционировалось как как бы основать город вот в другом месте город имеется ввиду Сеуда до Биерта то есть как бы филиал этого города мы основываем или закладываем в другой локации это была единственная практика когда участники жители Сеуда до Биерта выходили куда-либо за границы своего небольшого скажем участка который они приобрели ну опять-таки мы же настроены довольно критически даже по отношению к материалу этой лекции и вопросы к этому проекту Сеуда до Биерта возникают ну очевидные конечно же можно заподозрить открытый город в каком-то консерватизме в каком-то таком сектанстве конечно же эти люди тоже оторвались от реальности и в отличии от ульмеров они даже ну программно это сделали это было сделано на уровне манифеста в чем ценность вот второй вопрос в чем ценность вот такого автономного аполитичного учебного заведения эти вопросы открытыми я оставлю я не буду на них давать какие-то оценки я хочу чтобы это сделали вы познакомившись с этим материалом но что мне хотелось бы в заключении сказать о Сеуда до Биерта это то что на мой взгляд это как раз таки очень хороший образец взгляда на мир который мы условно называем южным то есть это менталитет не похожий на европейский на западный и белый это взгляд на мир в котором объединены объединены понятия языка пространства архитектуры и поэтики для меня вообще Южная Америка является таким континентом где происходят чудесные вещи и в литературе и вот я открыл для себя этот проект архитектурный и тоже невероятные невероятные штуки происходят в Южной Америке и мы переходим с вами к анэдюкейшн это проект документы 14 если предыдущие скажем главы нашей лекции были посвящены тем вещам которые документы просто показало что они были в истории то анэдюкейшн это как раз вот то где участвовал Антон Кац и это образовательная программа документы 14 и здесь главный вопрос состоит в том может ли арт институция или вот фестиваль современного искусства каким является документа вносить какие-то радикальные изменения вот в поле производства и распространения знания вот что может такая институция как документа вообще предложить в этом направлении пару слов про название анэдюкейшн как вы видите слово эдюкейшн которое переводится как образование оно слито с неопределенным артиклем и когда я произношу это на слух анэдюкейшн вам непонятно произношу я это слитно или как бы разрывая то есть по сути я могу сказать что я говорю традиционное слово образование а могу то же самое сказать и вам послышится слово анэдюкейшн как бы слито такая вот небольшая звуковая игра она берет свое начало у Жака Дериды он любил такие вещи и даже какие-то философские концепции строил на словах которые на слух неотличимы и их можно различить только на будущий ну скажем в письменном виде к тому же вот приставка N она отсылает к анархии то есть мы ожидаем от N education какой-то атаки на систему образования и по сути дела три предыдущих примера они были все-таки какими-то более или менее академическими да то есть школа Тогора Ульм Сиудада Биерта это все были проекты скажем академического или попытки реформировать академическое образование то N education это тотальная как бы анархия никакой структуры нет и идет атака на систему образования с целью деколонизации образования да что предлагает N education N education предлагает получить возможность посмотреть на привычные явления как бы с другой точки зрения то есть что это означает приобрести какую-то другую оптику то есть встать на другую позицию с которой можно судить о мире и о вещах и явлениях этого мира что для этого нужно вот тема документа 14 звучит как learning from Athens то есть участь из Афин но неоднократно подчеркивалось во многих статьях и интервью что для того чтобы осознать как бы документу 14 нужно пройти процесс unlearning то есть обучение наоборот то есть забвение того что ты знал до сих пор то есть uneducation это как бы лаборатория такая в которой человек приобретает навыки unlearning то есть он он учится забывать те как бы вещи которые ему вкладывали в голову до до этого момента а также открыть для себя те нарративы к которым ты как бы не привык до до сегодня так и вот как это осуществлялось на практике давайте посмотрим на пример Анны Гальприн занималась авангардным авангардной хореографией в конце 60-х и вместе со своим мужем Лоренсом Гальприном они в Калифорнии проводили цикл практических занятий по хореографии Лоренс был тоже архитектором ленд артистом и он для своей супруги сделал такую сцену для репетиций но что интересно опять-таки я немножко тороплюсь чтобы все успеть Лоренса как теоретика тоже искусство интересовало из чего состоит любой творческий акт где находится общий знаменатель всех абсолютно искусств и он сформулировал такой как бы процесс или рецепт приготовления любого творческого акта этот процесс он назвал RSVP цикл что это такое в четыре буквы первая буква R это ресурсы то есть в начале мы определяемся что нам нужно кто нам нужен и какие есть ограничения в наших ресурсах потом идет буква S S по-английски это score означает слово по-русски партитура или да по сути это партитура это формулировка задач то есть мы определились нашими ресурсами что мы хотим сделать и мы формулируем задачи как мы это будем делать потом буква P это performance или исполнение партитуры то есть партитура как бы проигрывается то есть она исполняется притворяется в жизнь и потом V это V Value Action это можно примерно перевести как обратная связь то есть после того как performance или исполнение партитуры произошло идет такая сессия обсуждения и формирования обратной связи то есть мы сразу же понимаем что пошло не так что можно было улучшить или что мы сделали классно и такая вот интересная деталь состоит в том что RSVP если вы знаете то это аббревиатура она вот в официальной переписке означает ответьте пожалуйста то есть тут заложена как бы идея такая что в RSVP цикле мы в нашем творческом как бы акте сразу же получаем процесс с обратной связи и по сути RSVP почему это цикл потому что из него вырастает другой творческий акт из того третий и так далее по цепочке то есть это как бы бесконечный такой процесс бесконечный процесс формирования целей достижения их анализа ошибок и потом дальше 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 по цепочке вот слово наверное которое вас рассмешит астрология между прочим это наука которую изобрел и придумал некий Люциус Бургхарт он был профессором Кассельского университета в 80-х годах и также верите или нет он был приглашенным лектором в той самой школе дизайна Ульма немножко раньше то есть в 60-х годах соответственно что такое астрология и почему она связана как бы с анэдюкейшеном документа 14 астрология это наука ходить пешком это метод научный метод который изобрел Бургхарт и метод как бы касается поля эстетики и культурологии функцией астрологии является дать участнику этого действия шанс получить какую-то новую чувствительность к тому ландшафту к той местности в которой он совершает пешую как бы прогулку то есть задачей этого метода является воспитать новый уровень чувствительности к местности для примера я указал фотографию вот этого строла который назывался путешествие на Таити строл 1987 года в рамках документы 8 люди пошли за территорию касселя за территорию города на заброшенную военную базу и во время этого мероприятия были некоторые люди которые вслух читали из книги Георга Форстера если знаете это такой писатель который описывал хроникер точнее он описывал пребывание капитана Джеймса Кука на Таити то есть как бы здесь накладывается такой исторический нарратив и реальный пейзаж который совсем не таитянский но тем не менее там тоже есть холмы там тоже есть зелень и люди как бы через призму исторического текста о каком-то тропическом райском острове могли попытаться посмотреть на привычные им ландшафты европейские по-другому вот как бы вкратце как работает астрология так у меня еще осталось несколько примеров и мы будем заканчивать я бы очень хотел упомянуть этот пример потому что этого художника я отметил на документе как одного из таких интересных художника зовут Ангела Плесос он из Греции по-моему и его проект в рамках Uneducation назывался экспериментальный образовательный протокол чем интересен этот художник он вообще работает в интернете он очень сильно работает с понятиями онлайн офлайн вот комбинация состояния онлайна и офлайна у него средством его художественного выражения является сам издат веб-сайты стримы а также арт-резиденции и образовательные проекты и вот что такое экспериментальный образовательный протокол это это что-то похожее на арт-резиденцию только обычно у арт-резиденции какая-то фиксированная локация в каком-то городе есть какая-то принимающая сторона то вот у этого проекта нету фиксированной локации каждый раз локация подбирается специально туда приглашаются участники и эти участники на месте выбирают какого-то героя местного из местных жителей с которым они какое-то время коммуницируют изучают специфику этого места и изучают жизнь этого героя и потом рефлексируя на материале этого локального контекста и на биографии этого героя они создают проекты вот пример такого проекта который был сделан в городе Дельфи Дельфи точнее в Греции жила была там женщина фамилию ее к сожалению я не записал но штука в том что эта женщина во время второй мировой войны занималась тем что она записывала время пролета над этим городом авиации военной и сообщала по сути была шпионка она работала на союзников и она сообщала время направление пролетов эскадрильи но поскольку это происходило в городе Дельфи а вы знаете что такое Дельфийский Оракул наверное из истории это был ну как бы человек женщина которая следя за полетом птиц она могла предсказывать будущее и вот связав как бы контекст исторический Дельфийского Оракула и вот конкретной женщины которая занималась шпионажем был создан вот такой вот проект который показан в рамках документы но на этом участие Плесеса в документе не окончено он еще занимался такой инициативой как общество ноосферы что такое общество ноосферы это еще один как бы групповой такой проект в котором человек получает возможность так называемого цифрового детокса то есть освободиться от интоксикации интернетом социальными сетями технологиями и в группе в коллективе людей посмотреть немножко по-другому на вопросы технологии духовности образования постинтернета и подобных то есть это проходило в рамках так называемых общества открытой формы которых на документе 14 было несколько и вот каждое из этих обществ этих групп людей они занимались какими-то определенными вопросами общество ноосферы мы можем условно сказать что эти люди занимались вопросами интернета и цифровых каких-то вещей и опять-таки это очень близко к тому чем занимается Ангела Плесос вообще по жизни как художник так 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 да у меня осталось два слайда еще один пример того как Uneducation работает на практике это программа которая называется Visual Sounds опять-таки цикл воркшопов вы наверное уже слышите какой-то паттерн в моих словах что Uneducation это работа в группах это не лекция лектора для аудитории это работа в группах вот на визуальных звуках были воркшопы по созданию своих музыкальных инструментов из грубо говоря подножного материала проходило это все на базе афинской консерватории где была огромная выставка посвященная условно говоря звуку и вообще проблемам связанным со звуками с музыкой с шумом с тишиной и вот люди собирались в этой консерватории и для них проводились мастер-классы и воркшопы по созданию музыкальных инструментов потом эти музыкальные инструменты брались вносились в пространство консерватории и испытывались вот как говорится в самом выставочном помещении и по сути упор здесь делается на то что то что создал я в рамках этого воркшопа я как участник ничем не хуже по статусу так точно с теми инструментами которые экспонировали скажем в выставочном пространстве консерватории потому что там было очень много экспозиции посвященных инструментам сделанным там из пластиковых труб там из стульев столов масса очень интересных решений связанных с тем как предмет превратить в музыкальный инструмент то есть по сути дела цель этих воркшопов даже не цель а такой лейтмотив этих воркшопов показать что мое произведение оно не хуже чем произведение художника это значит что я тоже художник и я делаю что-то равноценное с тем что выставляется в музее мне кажется достаточно свежая и ценная идея вот провести знак равенства между зрителем и художником который выставляется в этом зале да так ну алитей это то что презентовал антон в принципе я думаю говорить об этом уже мы не будем потому что времени нет но тема мафов вообще это вот кстати как выглядит маф в котором один из мафов в которых работал проект антона это маф это киоск которых в афинах осталось не так много и которые были превращены в такие точки концентрации дискурса там можно было послушать музыку прочесть стихи какие-то перформансы там происходили и сейчас вот есть даже инициатива документы сохранить эти объекты и оставить их в городе ну и антон в принципе рассказал все от первого лица достаточно круто для интересующихся темой образования я подобрал несколько ссылок к сожалению они все на английском языке но есть переводчики здесь по разным как бы темам которые мы сегодня проходили есть дополнительные материалы здесь и про Алитею здесь и про открытый город и уже забыл даже про что но опять-таки зайдите на эти ссылки в крайнем случае если у вас сейчас нет телефона сфотографировать то я на сингуларт страничку фейсбука обязательно выложу эти ссылки можете потом зайти и посмотреть также вынужден сказать что очень много материала осталось за кадром невозможно все рассмотреть и по педагогике по радикальной педагогике по критической педагогике я не не упоминал даже вот эти фамилии Джо Кинглоу это очень большой авторитет в критической педагогике Пауло Фрейер это бразилец это человек который педагогик которого оказало сильнейшее влияние и на Ульм и на Сиуда до Биерта также мы не затронули Жака Рансьера французского философа и его книгу Ignorant Schoolmaster и к сожалению не затронули такой очень интересный вуз как Black Mountain College из которого вышло просто целое созвездие я даже не знаю другого такого примера вуза из которого выпускниками которого было настолько много вообще мировых звезд Джон Кейдж Раушенберг Мэрс Каннингем я просто сейчас даже не вспомню а я даже выписал Вильям Де Кунинг Сайт Уомбли Ален Гинсберг то есть это поэты художники музыканты Black Mountain имеет тоже очень интересную историю но к сожалению поскольку документа не упоминает о Black Mountain я решил вынести за кадр потому что сегодня наша лекция была только о тех явлениях которые касаются непосредственно документа 14 ну вот наверное да у меня все спасибо за внимание спасибо аплодисменты 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 аплодисменты